Сотрудники отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы госавтоинспекции МВД России по Тверской области, старший лейтенант полиции Иван Григорьев и лейтенант полиции Ержан Бериналиев эвакуировали людей из двухквартирного жилого дома. Это было в посёлке Медное. В ночное время несли службу со своим напарником на маршруте патрулирования, находились в посёлке Медное. Заметили, что по улице Советский дом 1А горело крыльцо дома. Остановились, подошли к дому, начали стучать ворота. Никто не открывал, ворота были заперты. Заникли на территорию данного дома, обнаружили, что полностью горит крыльцо дома. Я незамедлительно набрал 112 и вызвал пожарную службу на место. Мой напарник побежал к соседям. Я побежал во вторую половину дома, чтобы разбудить соседей, так как дом делился на две части. Разбудил соседей, начал помогать им вытаскивать вещи, а также эвакуироваться. Я спросил соседей, есть ли в другой половине дома люди, на что они мне ответили, что могут там находиться граждане. Мой напарник разбил стекло и начали эвакуировать из дома людей. После этого вызвали скорую медицинскую помощь. Граждан, которых эвакуировали, мы посадили в свой патрульный автомобиль, так как они находились в легкой одежде и ждали приезда скорой помощи. В течение минут 15-20 пламя охватило полностью весь дом. Жильцам дома была оказана необходимая медицинская помощь. На 303-м километре автодороги России в Вышнем Волочке в автомобильной аварии пострадали два человека. Судзуки под управлением мужчины 65-го года рождения въехала во впереди идущий Hyundai, а затем столкнулась с большегрузом Volvo. По данным госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель Судзуки не выбрал безопасную дистанцию передвижения. В результате пострадали водитель Судзуки и мужчина 61-го года рождения, управлявший Hyundai. В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь обратился мужчина с просьбой принять меры к розыску его телефона. Он оставил его на столике буфета старого железнодорожного вокзала. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей. Транспортные полицейские установили подозреваемую, жительницу города Химки Московской области, 70-го года рождения. Женщину задержали и доставили в дежурную часть линейного подразделения. Похищено, изъято. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова